Так, большинство людей боятся мира, потому что однажды он сотрёт их существование. Будь то человек, организация или концепция, в общем и целом никто не может избежать смерти. Интересно, что именно потому, что человек признаёт неизбежность смерти? Интересно, потому что это... Именно поэтому люди верят в искупление, а мир способен развиваться. Другими словами, даже если люди презирают страх и считают его корнём всех зол, их творения и жертвы совершаются на основе страха. По задумчивым небесам, словно зарождающееся чёрное солнце, к Тарн... Тарн, Тарн... Не знаю, что такое Тарн на самом деле, может кто знает, что оно означает? Тарн... Ну-ка, сейчас... Опять сек... Тарн, Тарн, странно... Чё-то... Тарн... 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 Странно... Ладно... Чё-то... Перевод... Нету значения у этого Тарна, что это такое вообще? Через задумчивые небеса, сфера тени скользит к Тарну окончательного покоя. Словно зарождающееся чёрное солнце. Никто не мог предугадать, что наступит после этого затмения. Получит ли страна мимолётную передышку от своих бед или будет окутана мраком? Внезапно Байджи вспомнил своё детство и то, как старшие в его семье отзывались о нём. Мудрые часто попадают в ловушку собственных страданий. Действительно, так и есть. С моей ограниченной мудростью я в итоге ничего не добился. Опытный... Опытный пловец тонет, а искусственный наездник падает. Лидер Симишу, который пытался возобновить реальность мира с помощью ложности, в итоге оказался заперт в тюрьме, выкованной ложностью. Мудрость может замышлять против... против смертных. Но она не может замышлять... Но она не может думать... Так, мудрость может решать её против... Мудрость не может замышлять против... планировать против смертных, но она не может планировать против судьбы. Насколько человечество действительно властна над судьбой? Байи, спросите себя честно. Байджи, спроси... Байджи спросил себя честно насколько насколько ты сейчас уверена в том что можешь соперничать со вселенной? Байджи спроси себя честно. Так это было. Приняв множество решений он в конце концов остановился на вопросе который не давал ему покоя уже более ста лет. Сейчас секунду окно открою. Всё, жарко блин ужасно. Так, ах ты так, потом было. Как, как ты, как, как ты смеешь? Да сто лет назад один человек тоже задавал подобные вопросы. Как вы смеете посягать на волю небес? Как вы смеете менять судьбу людей? Как вы смеете решать вопросы жизни и смерти других существ? Как вы смеете представлять волю всех существ? Как вы смеете распоряжаться величайшими тайнами и богатствами мира? Как вы смеете держать в своих руках судьбу всего мира? Пиры, изысканные одежды, последователи. Да, это те удовольствия, которые я ищу. Но как вы сказали? Их далеко недостаточно. Я не встречала людей интереснее вас и сцены более интригующие, чем Лан Цю. Мне ещё предстоит вкусить все удовольствия великолепного пира. Я принимаю ваше приглашение. Жизнь и смерть, две грани пустоты. Я ещё не смерть, а вечный покой души. Но до этого мне нужно сделать ещё много вещей. Я должен увидеть конец пути, чтобы убедиться, что я выбрал верный путь. Только увидев истинный облик смерти, я смогу понять, что она означает на самом деле. После этого я сотру все следы своего существования в этом мире. Раз уж наша конечная судьба растворится в небытие среди греха, почему бы не возложить вину на грех всей земли на одного человека? Давайте сыграем в азартную игру, и я буду вашим сообщником. Человек, представляющий коллективную волю? Я никогда раньше не задумывался о таких сложных вещах. Но я уверена, что две головы лучше, чем одна, и сила в количестве. Объединившись, мы можем стать счастливее и сильнее. Так, позвольте нам помочь вам. Вот такое решение мы приняли. А также моё желание. Фонарь — это я, но я больше, чем фонарь. Я не вижу никакой разницы между собой и теми, кто не выжил. Но пока я ещё дышу, я должна играть свою роль. Единственная причина, по которой я здесь, заключается в том, что мы всё ещё находимся в одной лодке на данный момент. Я стану вашей помощницей, но сделаю это по-своему. Фонарь не исчезнет. Фонарь не исчезает. Пока существуют тени, всегда найдётся человек, нуждающийся в освещении. Хорошо, хоть не в просвещении. Спасти мир! Я не супергерой. Эти моральные идеалы не для меня. Но вы же не стали расширять Семь-Шу и делегировать подделки ради своих идеалов, не так ли? Падение авторитета и разрозненные компаньоны — это именно то, чего вы хотите, верно? Раз уж я принял ваше приглашение, то обещаю не жалеть сил, чтобы помочь вам преодолеть это бедствие. Но если однажды равновесие, созданное ложью, ложностью рассыплется, как осколки стекла уносятся в небытие, то же, я не откажусь собрать несколько самых ценных осколков. Рада сотрудничать с вами, мой друг. Простите, мастер. Несмотря на все ваши наставления и заботу, я все еще не достигла значительного прогресса. Но я чувствовала себя очень польщенной и счастливой, когда вы предложили мне стать одной из Семь-Шу. Я до сих пор не знаю, какими способностями отделит меня Астральное Кольцо. Кто знает? Может оно превратить меня в неудержимого героя? Я не могу перестать фантазировать на эту тему. Я прекрасно понимаю, что моя главная черта, это, наверное, моя посредственность. Даже если я найду красивое платье, я не буду похожа на принцессу. И даже если у меня в руках будет сокровище героя, я все равно останусь обычным человеком. Но, несмотря на это, я все равно хочу как-то помочь вам. В конце концов, Ван Цю, мой дом. Если я не буду бороться за него своей жизнью, если мы не сможем его защитить, я потеряю свой родный город. Мастер, с помощью Астрального Кольца вы точно победите, верно? Ну, определенно победа. Правда? Прошлое было еще свежо в их памяти. Сегодняшний пейзаж словно повторяет вчерашний. Они не могут изменить свою судьбу так же, как и не могут изменить то, кем они являются. Но они все равно изо всех сил пытаются изменить свою судьбу, потому что не могли изменить себя. Человек предлагает, а Бог распоряжается. Но мы никогда не путешествовали так далеко только для того, чтобы следовать воле небес. Мудрость может замышлять и против смер... Может, ээээ... Мудрость может замышлять. Мудрость может замышлять против смертных, но не может замышлять против судьбы. Однако, благодаря столетним усилиям и бесчисленным битвам, у нас появилась маленькая трещинка надежды. После провала теневого переплета грехи, совершенные нами вопреки небесам, уже слишком многочисленны, чтобы их пересчитать. Поскольку мы уже так далеко зашли, еще один грех ничего не изменит, не так ли? Когда мотыльки летят в пламя, не решаются ли они обнять огонь? Такое чувство, что вот эта фраза про мотыльков, это отсылка на то, что вот эти вот семь шу, это как эти 13 охотников за пламенем. Как бы ни распорядилась судьба, в каком бы обличии? Мы, Сим-Шу, признаем тебя виновными в создании божества. Они там что собираются сделать? Это же... Все, обряд оформирования завершен. Воля тени скоро освободится от своей оболочки и пробудится в осязаемой форме. В это время плавучий остров ложности Ван Цю перестанет парить в небе. Если мы останемся здесь, то можем пострадать. Пожалуйста, следуйте за мной в более безопасное место. Туда, где мы сможем продолжить обсуждение наших... Туда, где мы сможем продолжить обсуждение наших планов на будущее. Хорошо. Оригинал мог чувствовать своего клона самыми сильными чувствами. Однако, когда человека в конце концов пожертвуют собой, его спутники смогут вспомнить об этом моменте. Воспоминая краткий страх в глазах Сонг-Сю. Независимо от того, какую форму примет воля тени, это будет всего лишь сосуд с разумом, а не человек, на которого она похожа. Хотя это может быть и так. Люди на месте должны знать, что воля тени, принимающая форму Сонг-Сю, явно связана с обрядом слез. Да, я знаю. Просто я очень удивлена. Давайте не будем терять здесь время. Давайте покинем это место прямо сейчас. Куда мы идем? Янтарная улица, отличный выбор. Достаточно высоко, чтобы уклониться от сотрясения бассейна теней. Давайте отправимся туда. Точно, я думал о том же. Если эта тень нападет на обычных людей, то сможем их спасти. Точно. Тебе нужно встать. Теперь обряд завершен. И я уверен, что ты быстро теряешь силу. Получено это ложности. Мастер, вы все... Все в порядке. Не важно, лишь бы наш план продвигался гладко. Для меня потерять силу Шу, это все равно, что лишиться жизни. У меня достаточно сил, чтобы выиграть битву. Мисс Телеба. Мисс Телеба, вам нужна моя помощь? А? Малышка Сю, что ты сказала? Можешь повторить для меня? Ничего, после тебя... После тебя. Телема бросила на нее презрительный взгляд. А затем повернулась. Повернулась и направилась к Байджи и остальным. И тебе удачи, башка-пес. Все, как говорится, всех благ. Мисс Сонг Сю, я хочу вам кое-что сказать. Что случилось, сэра? Надеюсь, ты не будешь возражать. История, это грандиозная встреча, и все мы были ее гостями. Она никогда не меняется из-за одного человека, и поэтому никого нельзя винить в этом. Сэра. Вот как думает госпожа Телема. Хотя она не хочет, чтобы я кому-то рассказывала. Думаю, тебе необходимо знать это в данный момент. Да, спасибо, сэра. Спасибо вам всем. Кирилл, пойдем. Юмеоубито. И ко. Роките, шимпац. Так, мы шо, пешкодряпом будем в город идти, что ли? Я думал, у нас как всегда телепортируют. Доинг? Что он делает? Доинг, не стой здесь и не мечтай. Вставай. Будь осторожней, иначе, когда остров обрушится на тебя, ты можешь превратиться в собачье печенье. О, чуть не забыла. Как у создания тени, у тебя нет причины бояться этого. Доинг, на что ты смотришь? Ты что-то ищешь? Бассейн теней. Бассейн теней? Тогда почему ты смотришь на небо? Разве бассейн теней не находится прямо под нами? Ты права. Нам нужно найти источник бассейна теней. Какая простая истина. Как я мог упустить ее из виду? Что ты имеешь в виду? Не понимаю. Я тоже ничего не понимаю. Но Доинг ведет себя довольно странно. На земле такие резкие изменения в поведении животных часто являются предупреждением о природных катаклизмах. Мочи, если не понимаешь. Так раздражаешь. Если вы, ребята, хотите стать супергероями, спасающими мир, перестаньте тратить время здесь. Что ты имеешь в виду? Ты собираешься предать нас? Предать тебя? Мы даже не были в одной команде. Ты забыл о нашу сегодняшнюю драку? Раньше я был послушным только потому, что артефакт подавлял меня. Но теперь, когда обрет закончен... Я свободен. Ты знаешь, что такое свобода? Неважно, что я делаю или думаю. Это не имеет к тебе никакого отношения. Я здесь просто потому, что здесь прекрасный пейзаж. И мне здесь нравится. Понятно? Не мешай. Не мешайтесь. Дела хорошо, потихоньку. Вот тут вот в Узеринг Вейв начало тоже играть, переводить постепенно. В Геншине пока что тихо сравнительно. Пока не выйдет, наверное, летний... Ну, сейчас выйдет театр. Там посмотрим, что там будет. Интересно или неинтересно. А так, в основном-то, теперь только над ван ждать. Потому что летний праздник будет... Ну, будет интересный, безусловно. Как и всегда. Но уже... Уже считай, что Натван вышел. Так что ждем Натван. Ты... Забудь об этом, Сена. Он прав. Времени осталось не так много. Давай сосредоточимся на нашей первоочередной задаче. Пойдемте. Да. Продолжение следует... так что там было надо было сделать это раньше судьба найдет способ у каждого свое предназначение и я не исключение вот будет прикол если у пёселя будет серьезная роль во всем этом конечно так так все будет в порядке если мы его оставим здесь хорошо все в порядке просто оставьте его здесь он скорее всего не будет ничего делать безрассудного постойте смотрите что это типа этот бассейн тени активируется ли что что это что бассейн тени я коммуната камену ищи не тайку сухую милый не таки укато скилл он зенна башни цифра пара там эти сетки смысле байзли давай помогая ли олень Переключаться будет? Капец Все Все, войти, войти О, Ванима, привет Ты как раз под развязку пришла Тут просто болтовня вначале была бесполезная Вот сейчас движуха началась, наконец-то Так что ты вовремя Итак, это Да, остров подвергся своей судьбе Мы вернемся Мы вернемся в бассейн теней Когда все уляжется Не стоит торопиться У нас еще есть время, чтобы определиться с тактикой Для воли теней потребуется время, чтобы разрушить сферу тени И контролировать силу бассейна теней Не забывай о силе жертвоприношения в бассейне теней Именно поэтому До Инг не хочет уходить Но не обязательно башка пес В геншине тоже сюжет интересный есть Точнее, он интересный Дядя Литост Единственным стремлением Литоста в жизни было Смести всю пыль в момент своей смерти К сожалению, как его друг Я не мог помочь ему исполнить это желание Даже сейчас, спустя столетия Мне приходится использовать оставшуюся силу жертвоприношения Чтобы Или жертвенности, наверное Оставшуюся силу жертвенности Чтобы заработать хоть малый шанс на победу Для Литоста как-то Дядя Литост как-то сказал Что не может умереть по-настоящему Он был прав Из-за Из-за пыли, которую он оставил И его страх никогда не исчезает Бассейн теней Который он питал своей собственной жертвой В конце концов превратился в тюрьму вокруг него Он знал это еще столетия назад Мастер, я Не горюйся, Сонг Сю Помимо собственных желаний Литост пожертвовал собой в бассейне тени Чтобы сдержать распространение теневого Катаклизма, короче Катаклизма теней Это все из-за меня Никто из вас не виноват Однако, я не жалею Что использовал астральное кольцо Зодиака Если бы вы Если бы время Отмоталось назад в тот день Ты один из тех Кто просто неправильно понял То, что сказали разработчики На данный момент сюжет Геншина прописан на два года вперед А это значит, что они пока что могут расслабиться и заняться другими проектами Тот придурок Тот придурок, который вытянул два слова И пересказал через жопу Ему надо казнить Как всегда Как всегда вот эти Как называется диванные аналитики Которые два слова связать не могут И потом еще и пересказать не могут Что было Разработчик Тот Тот Кажется он отвечал за сюжет игры Я не помню или нет За что он отвечал Он сказал, что пока что Сюжет и мир игры Прописан на два года вперед То есть у них уже Сюжет на два года вперед сделан Ну и они примерно уже Скажем так Натван уже скоро будет выходить А Снежная уже в разработке И это говорит о том Что они Ну то есть Он имел ввиду Что они теперь могут Как бы сказать Расслабиться И заняться другими проектами А не то, что Для них он не приоритетный Правильно он не приоритетный Потому что у них уже два года Прописано вперед То есть им не надо сидеть и потеть И думать, что Что бы сделать дальше Им просто надо потихоньку Не спеша полировать То, что будет То, что будет выходить впереди Все равно Попытался бы Стать человеческим богом Однако на деле Оказалось, что даже Астральное кольцо Не может противостоять Сущности теней Есть Если мы сможем Раз и навсегда Покончить с теневым Бедствием Люди забудут О вкладе жертвенности Спустя столетия У нас появился Реальный шанс Впервые Исполнить его желание Ага Хорошо Размышления о прошлом Не решат Наших проблем Роковая битва Приближается Поэтому нам нужно Полностью подготовиться Все, пожалуйста Идите за мной Ну так У них уже все продумано Вперед Им не надо сидеть Пыхтеть Над каждым патчем Заново У них уже все Как называется Режиссировано Или Как называется Оно Я не знаю Короче как эти штуки Называются Но Прорежиссировано Не знаю как это Называется Короче Они уже примерно Знают что у них В каждом патче будет Условно Так Полагаю Вы понимаете Что наш потенциальный враг Исходит из законов природы Мы сделали Все возможное Чтобы превратить Его из Бесформленного Божества Во тьме В Осязаемое На свету Теперь у нас Есть возможность Уничтожить Божество Но Это только так Не гарантированно Не гарантированно Не гарантированная Победа Поэтому я должен Напомнить вам На что следует Обратить внимание Когда мы Собираемся Убить бога Или же Мы пытаемся Убить бога Или Стереть форму власти Ну Тебе никто Не запрещает Скипать Патч Башкопес У меня вот 40к Кристаллов И Мне И Я Не переживаю За счет Крутить или не крутить Зачем Зачем тебе Каждого персонажа Подряд Крутить Конечно Тебе не будет Гемов Не хватать Так Что за авторитет Кто-то говорит Что она Притягивает Людей Как пчел Мед Но Развращает Их Сердца Кто-то Говорит Что это Как чума Нечто Не Ася Займая Но Страшная Тени Как и власть Рождаются Из человеческих Сердец Он Стал Свидетелем Восстания Педняков Когда сотни людей Были призваны К действию Он Также Стал Свидетелем Падения Династии Когда Повсюду Царил Хаос Ну Тот факт Что Пятерок Много Это да Я тут согласен Особенно Фонтене Особенно Фонтене Они что-то Переборщили С пятерками Горы Можно Сдвинуть С места Время Меняется Но Авторитет Остается Вечно Неподвижным У него Нет ни формы Ни тени Но он Обладает Огромным Весом Он Передается По наследству Из поколения В поколение Но каждый раз Имеет Разную Форму Это Язык Истории Он Выглядит Непритязательно Но Это Самое Сильное Оружие Цивилизации Он Проявляется Тысячами Способов И 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 Множество Названий Но Независимо От этого Он Будет Превращаться В то Что Задумали Люди Короче Тени На Марсе Это Ханкай Уже Прям Вот Сто Процента Ну Я понимаю, что ты смотришь с точки зрения Игрока, который Играет бесплатно, но Как бы сказать Донатить в игру все равно надо Хотя бы как минимум луну Или батл пасс покупать, иначе Потому что по сути Это как ты играть в игру с подпиской Только подписку ты сам себе выбираешь Или играешь бесплатно, или покупаешь луну Или покупаешь батл пасс И бесплатно невозможно Просто бесплатно Уже даже самая Самая простая Самая, наверное Как бы сказать, самая стандартная Поговорка Без труда нет сыра Даже не добыть сыра из мышеловки Тут то же самое Донатить все равно надо в игру Или как вы думаете, что Разработчики просто так деньги Зарабатывать что ли будут Под задумчивым небом Медленно дрейфовала сфера теней При ближайшем рассмотрении Можно было заметить Бесчисленные мрачные кляксы Переливающиеся Бесконечной энергии Они были переплетенными тенями В этой густой пелене теней безмолвно В этой густой пелене теней безмолвно Процветала форма жизни Названная божеством Сначала он обрел чувство осязания Прохладный воздух струился По кончикам пальцев А ледяные капли стекали по шее Эта новая жизнь Впервые ощутила свое существование Благодаря ветру и дождю Затем пришло чувство Чувство слуха Завывание ветра Непрерывно доносилось до его ушей Неся в себе бесчисленный шепот Желание навождения проклятия Это были голоса памяти Отпечатки собирающегося Страха А также обаяние и вкус Бесчисленные неизведанные чувства Бесчисленные звонки И бесчисленные молитвы Переплетались между собой Вытягивая и формируя ее характер Наконец божество контролировавшие все органы власти Ван Цю Наконец божество контролирующее все власти Ван Цю Открыло глаза Да 803 В третьей части становится все понятно Наконец-то Как таково По сути тень Здесь тень По сути это вот это вот и есть Ханкай Как таково То есть я сначала предполагал Что это может быть Что-то связанное с морем квантов Или еще что-нибудь Но это Ханкай Как таково Только его здесь тень называют А не Ханкай И все Ну а это собственно не настоящая Сонг Сю Это типа Это типа воля Ханкай В ее облике всего лишь Ну то есть это не Сонг Сю настоящая Это всего лишь Воля Ханкай Которая приняла ее облик Точнее ей дали ее облик По сути Да блин Это я В мыслях смертной Это потому что Я провел с ней Слишком много времени Но все Не так уж плохо Так тихо Где все Я думал Что меня ждет Торжественная церемония встречи Разве это не Я так понимаю В роль В роли тени Мы сейчас будем преследовать этого Песика этого А вот он Кстати Привет Дуинг Где все Неужели все Они покинули Лан Цю Чтобы избежать Меня И найти Убежище Мне очень Грустно Но все В порядке Поскольку я Я теперь здесь Лан Цю Будет в целости И сохранности Вы все Будете освобождены От судьбы Связанной Связанной С Денями Что? Тебе не интересно? Какая жалость Не могу больше продолжать этот утомительный мануок Я не знаю почему ты здесь Но раз это ты То все стало довольно интересней У нас одинаковое происхождение Так что ты можешь понять кто я Да я все еще прежний Хотя мой облик изменился Я все еще тот Кем был раньше Сюжет становится интересным Именно в третьей главе Башкопес Вторая глава все еще Не настолько интересная была Но Под конец Второй главы Скажем так Появился какой-то такой Интрига какая-то А вот в третьей главе Именно становится интересно Башкопес То есть начиная с третьей главы Можно Можно начинать Следить снова за сюжетом Если кто-то уходил Потому что Мой сюжет не понравился То вот в третьей главе Можно С данного Начинать смотреть Не так легко Не так легко Меняется Не так легко Меняться Вместе с внешностью Почему Ты так молчалив Разве ты не хочешь Подтвердить Это Вот почему Ты все еще здесь Верно Хочешь проверить Сможешь ли ты Получить Лучшее тело Первая часть Получилось Как бы сказать Ля-ля Тополя Вообще Ни о чем Как бы Ну как бы там Нам показалось Что они попали Вот это вот В измерение Тут и сюда И все тому подобное Но как-то так Как бы сказать Скучно Но Кстати Вы Вы Заметьте Почти все Игры Михоя Начинаются В первой главе Скажем так Они всегда Такие Скучные И С последующими Главами Не становится Интересней Теперь Ты знаешь Ответ Что ты Будешь делать Ты ведь Не станешь Моим другом Мой сородич Конечно Нет Я просто Удивлен Твоим Героическим Настроем Я слишком Сдержан Даже Чтобы реагировать Как мне Теперь К тебе Обращаться Воля Теней Королева Теней Или ее Высочайшая Теневая Императрица Кагэ Мушо Зови меня Просто В восприятие Как и раньше Только Те Кто Сомневается В собственном Существовании Используют Имена Для маскировки Своих действий Что же Касается Меня Верховной Силы Ван Цю То Моя Сущность Остается Неизменной Как бы Вы Ко мне Не Обращались Вы Абсолютно Правы Абсолютно Не могу Не согласиться Леди Восприятие Тетя Восприятие Бабушка Восприятие Поскольку У вас Только что Появилось Человеческое Тело Вам Должна Будь Нужна Помощь Теперь Теперь Вам Больше Всего Нужен Надежный Проводник И Последователь Последователь И лучший Выбор Стоит Перед Вами У нас Схожие Взгляды И опыт Так что У нас Много Общего А еще Я умею Разговаривать И драться Поэтому Могу Помочь Решить Решить Препятствия И составить Вам Компанию Когда это Необходимо Что ты думаешь Как это Попрощайничать За жизнь Ну я Неудивлен Кстати Тут у меня Вопрос Всплывает Потому что Я до сих пор Не знаю В каком роду Озвучивать Это восприятие Хотя Они ее Тетей называют Женский род Я так понимаю Но Дело в том Что до того Как Эта штука Стала восприятием Она вроде бы Была мужского рода Потому я Если честно Я не знаю Как ее Как переводить Потому что Тут Как таково Как таково Пока что Не упоминает Как бы сказать Нету То есть Нет ничего Что указывало На ее род Пока что Как бы Ваша Ваша Сама Опред Твое Самопредставление Звучит Подозрительно А я Достаточно Могущественно Чтобы Не нуждаться В помощи Такого Бессильного Парня Как ты Ха Конечно Конечно Таким Могущественным Тенем Как ты Моя помощь Не нужна Ты впечатлила Меня С самого начала Особенно Ваше Нападение На меня То есть Ваше Галантное Поведение Так Печатляет Видишь ли Раз уж Так вышло Можно и мне С вами Прогуляться Верно Я не знаю О чем ты Думаешь И мне Все равно Мне Все равно Останешься Ты Или Уйдешь Я просто Жду Когда ты Скажешь Когда ты Скажешь Это Я просто Ждал Когда ты Скажешь Это В любом Случа Я должен Короче Будет Она Все Мне Мне Неудобно Смотреть На Женщину И переводить Как Мужчина Будет Она А там Как Окажется Буду Переводить Как Девушка И Все Неудобно Так В любом Случа Я должна Стретиться С Своими Создателями Лицом К лицу Ты должен Знать Где Они Так что Веди Конечно Но Меня Кое Что Беспокоит Если Я вернусь С тобой В таком В виде Бай И остальные Не смогут Мне Помочь Сейчас Секунду А то у меня Спина К стулу Прилипает Все А то неприятно Блин Когда К стулу Кожа Прилипает Так Дальше Не Беспокойся Вход Водельцы Водельцы Ранча Не должны Слишком Беспокоиться Об условиях Жизни Своего Скота Я не против того, чтобы Я не против Не стоит позволять им Оставаться в своих клетках Еще несколько столетий Это облегчение Байджи и остальные Должны быть на Эмбер Стрит Однако мы не можем Просто исключить Того, что называется Искателем Снов О Как насчет того Ты идешь вперед и прикрываешь тыл Я уверен во себе Имея дело с парой нежных людей Из Окси С парой неженок, короче С парой неженок из Окси Как хочешь Я не возражаю Хорошо Я, Доинг, приму честь Охранять ваш тыл А что тут сама идет, что ли? В чем прикол? А что она на На, 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 там На автопилоте идет В чем секрет А, ее кто-то связывает, что ли? Че, че происходит? А? Че происходит? Я, типа, Доинг, что ли, хочет связать Или шо, шо, че за финя? Да че за Че это было вообще? Фига себе Иди в вол Иди в ад, дура Беспокойный и нетерпеливый Нехороший Это нехорошо Я думал, а ты Притаишься рядом со мной И не будешь Торопиться В конце концов Отпустите Себя в ожидании Это более Зрелое и рациональное решение В конце концов В любом случае В том виде, в котором ты сейчас Ты не представляешь для меня Никакой угрозы Это внезапное нападение Нет, говоря Твоими словами Отдовое нападение Несколько застало меня врасплох С тактической точки зрения Она была вполне успешной Но что это Но что это Меняет В конечном итоге? Я так предполагаю Мы сейчас будем Это играть Восприятием этим Яркие атаки Должны быть грандиозными Но сейчас мне нужна Только твоя жизнь О Собаки, которые кусают Не лают Жаль, что Жаль, но Ты уже начал лаять Последнее Постоянное Следование Бессмысленным ритуалом Ради самого искупления В этом отношении Ты очень похож на человека Кто сделал тебя таким? Может быть Твой создатель? Это не твое дело? Умойла Канкинай Умойла Мойра Так что сейчас будет Бой с этой псиной? О Так я не понимаю Аааа Все, понял А, ну почти понял Да блин О Это что? Ааа Я теперь понял Это получается в следующем патче? В следующем патче у нас будет Не сонгсю играбельное А восприятие играбельным будет Ааа Да меня только сейчас дошло Что это Что это восприятие Будет играбельное В следующем патче Так То, чего ты боишься Это Просто Твое существование Быть Чей-то Тенью Заткнись Ладно Твое сопротивление Окончится здесь Закончим твою жизнь Короче Песик Помер Песику Пипец Так Понятно Итак Вы считаете Что использовать Авторитет Оппонента Для противостояния Ему Все равно Что Принести нож На Перестрелку Вы хотите Сказать Что Нам нужно Найти Способ Обойти Авторитет Тени Чтобы Мы могли Встать На Одну Ступень С врагом Нет Не Наша Настя Мы, наконец-то, снова Луи-Жу-ну-кидь и мастер-класса. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чен Сю, Уан Сю и Оксия связаны друг с другом, помогая им, мы помогаем и себе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чен Сю предполагает... Чен Сю предполагает... Продолжение следует... 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 Что насчет... Постой. Сэна? Ой, Сэна, это... Сэра? Да, вы герои. Если хотите умереть, вперед. Зачем тащить нас, обычных людей, которые в этом участвуют? Сэра? Мисс Сонг Сю, я... Нет, я не хочу умирать. Но и жить в одиночестве тоже не хочу. Что происходит? Пристанище любви было... Куда все ушли? Не оставляйте меня. Не оставляйте меня одну. Мы исчезаем? Пожалуйста, спасите меня. Леди Серапиум. Леди Серапиум. Нет, это не так. Я... Это плохо. Сила союза стремительно уменьшается, а пространство ее разума это... Что произойдет, если это пространство разума полностью исчезнет? Те, кто объединились с Серапиум, должны были погибнуть еще столетия назад. Они смогли сохранить свое сознание до сих пор благодаря силе союза. Эти души вернутся в... Эти души вернутся в... Эти души вернутся в... К смерти, короче. Короче, они исчезнут. Эти души исчезнут. И Серапиум останется одна Мастер, можно ли как-то Облегчить состояние Серы Ни боли, ни выгоды Это путь, который она выбрала И который она закончит В одиночку Сера Вечное понимание, вечное счастье И вечная утопия Но когда приходит смерть Какая вечность может выдержать Ее хватку Опа, что-то из этой происходит с телемой Ну же, что ты плачешь Все уходят Все исчезают Пожалуйста, не уходите А, я понял Она же была там под контролем Телема была Под контролем этого союза Нет никаких всех Я вижу только твои слезы Больной Беспомощной И боящейся одиночества Они все Что ты Все они Это ты И только ты Тебе было Суждено Преодолеть Одиночество После короткого Периода Хаоса Я так Я так понимаю Что Телема и Эта Померли что ли Или что с ними Сера ей уже лучше Странно Странно Несмотря на то Что ее сила продолжает Рассеиваться Ее состояние Похоже Стабилизировалось Потому что она Успокаивает Рассеивающие Рассеивающиеся души Телема Я в порядке По крайней мере У меня все еще есть Две Две губы И несколько пальцев Которые Могут двигаться Это всего лишь Обратная реакция Власти Мы не умрем Даже если Из всех Отверстий Лица Падет кровь Или Они превратятся В овощи Это Это отличается От смерти Ладно Давайте вернемся К делу Хотя она Не может Поддерживать Состояние Союза Я все еще Могу Смутно Ощущать Ее мысли Все Пожалуйста Не волнуйтесь Я буду С вами До самого Конца Не важно Что это за Одиночество Даже если Это одиночество Называется Смертью Видите ли Даже Не имея Никакой Власти Союз Все еще Существует Маленькая Сера Все еще Хранит В себе Страх Конечно Для меня Это Одно и Тоже Просто Я Предпочитаю Командовать Даже Даже Если Форма Другая Это Путь Который Мы Выбрали Для Себя Опадаем Ли мы Сверхспособностями Симишу Живем Ли мы Или Умираем Это Никогда Не Изменится Истинное Благородство Должно Поддерживать Свою Элегантность От Рождения До Смерти Хорошо Теперь Когда Сила Маленькой Серы Тоже Начала Угасать Оно Вероятно Уже Пробудилось Пойдемте Пойдемте Искать Байджи Идите Найдите Байджи Пришло Время Для Финальной Битвы Как Сужитель Телемы Как Сужитель Телемы На Нутриску Ты Не Можешь Позволить Себе Проиграть Кроме Того Маленькая Сю Не Бери В голову Ты Можешь Уйти Не Беспокойся Телема Я Понимаю Что Ты Хочешь Сказать Будь Уверена Будь Уверена Я Вас Не Подведу Мастер Я Готов Джумби Дегит Где Там Мастер По Мастер Похоже Решающая Битва Неминуема Кири Кирио Кирио Ты Должен Знать Что Однажды Я Использовал Технику Ложности Чтобы Создать Клоны Для Каждого Ишу В твоем Сне Я Также Создал Замещающее Тело Для Госпожи Синодины Чтобы Вылечить Да Это Правда А В таком случае Сэра И остальные Были Это Правильно Во время Обряда Формирования Я Уже Вернул Своих Клонов Для Других Целей После Того Как Власть Тени Не Смогла Интегрироваться Чтобы Снизить Нагрузку На Альтернативное Решение Бассейн Теней Нам Все Бассейна Теней Нам Все Пришлось Нам Всем Пришлось Один за Другим Погрузиться В глубокий Друг Друг В глубокий Сон Моменты Когда Мы могли Действовать Самостоятельно Были Редки Однако Это В пустую Потраченное Столетие Не было Лишено Смысла В То Столетие Опираясь На Этих Клонов Я Влил Большое Количество Энергии В свой Фрагмент Астрального Кольца Сейчас Он Уже Восстановил Значительную Часть Своей Силы Астрального Кольца Зодиака Какой Процент Около 80 Если Вы Хотите Повторить Свои Ошибки Вероятность Провала Будет Только Вы Ведь Знаете Об этом Верно Да Это Правда Может Просто Взорвем Его Спокойся Госпожа Цаварай Мой план Сражения Основан На Вашем Подходе Начнем Заключение Мне Нужно Чтобы Ты Помогла Сонгсю Которая Использует Фрагмент Астрального Кольца И Вас Которая Использует Фрагмент Астрального Кольца И Вас Создаст Интеграцию Сингулярности Как мы Делали Это Тогда Я Да Ты Более Подходящий Кандидат Чем Я Я Научу Тебя Методу Позже Что Касается Того Как Достичь Этого Внешне Решение Вопроса Поднятого Мисс Коралли Ранее Является Важнейшим Шагом Во всем Плане На Самом Деле Благодаря Присутствию Собрания Страха Реальная Ситуация Намного Хуже Чем Так Называем 80% В течение Долгого Времени Как Сем Шу Так И Обычные Жители Укрепляли Иллюзии И Формировали Тени С помощью Собрания Страха Вещи Из Вещи Из Пустоты Давно Распространились По всему Лангсю Это Фактически Расширило Власть Воли Тени Привет Олег Поэтому Если мы Просто спрячемся На Янтарной Улице И попытаемся Воссоздать Великий Подвиг Творения Реальные Шансы На Успех Вероятно Меньше 10% Это Не волнуйтесь Я уверен Что у Мистера Байджи Уже Есть План Именно Поэтому Я Называю Это Решающей Битвой Калостен Кажется 16 Глава Я не помню Хотя Не Не Может Или 26 Или 25 Калостен Там Проблема Просто Берешь Перепроходишь И все Зачем Создавать Новый Аккаунт Значит Даже Если У У Нас Большие Долги Большие Долги Пока Вы Можете Заботиться О Кредиторах Вам Не Нужно Беспокоиться О Возвращении Долгов Если Говорить Прямо Туда Правильнее Сказать Что Обряд Формирования Дает Нам Возможность Справиться С Противником Но Значит Ли Это Что Мы Должны Напрямую Противостоять Врагу Обладающему Полной Властью Боюсь Что Да Для Того Чтобы Фрагменты Кольца Астр Астр Чтобы Фрагменты Астрального Кольца Проявили Свой Эффект На 100% Или Даже На 200 Необходимо Соблюдение Строгих Условий Во-первых Участники Должны Находиться Достаточно Близко К Противнику Чтобы Вступить С ним В бой Как Уже Говорил Кирю Это Означает Прямое Столкновение С Полной Властью Теней С Полной Волей Теней То есть Затем Нужно Дождаться Пока Фрагменты Астрального Кольца Войдут В состояние Согласования С властью Феномен Аномального Пламени Который Вы Видели На Семи Столбах Ранее Являются Являются Доказательством Того Что Власть Тени Соответствовала Кольцу Только Когда Все Семь Языков Пламени Разгорятся Фрагменты Астрального Кольца Смогут Высвободить Всю Свою Силу Другими Словами Либо Мы Ждем Пока Все Пламя Разгорятся Либо Вступаем В затяжную Войну С врагом Просто Ждать Не лучший Вариант Нам Нужно Что-то Делать Да И ты Цаврай Ты Как и Сонг Сю Играешь Важную Роль В этом Плане Там С 30 По 35 Башкопес Кажется Если Не Ошибаюсь Блин Думаю О Кажется Я Поняла Потому что Сила Шу На самом Деле Является Своего Рода Негативным Негативным Состоянием Для Них Обоих Мисс Сенадина Вы Действительно Великолепны Из Семишу Только Разрушение Вышло Из Трясины Не Будучи Запятненной И Только Обман Может Сдвинуть Горы Без Особых Усилием Чтобы Совершить Обряд Формирования Большая Большая Часть Изначальной Силы Семишу Рассеялась И Обязанность Сражаться С Волей Тени Может Выйти Возложен Только На Тебя И Сангсю Ну В смысле Ты можешь В них Зайти И По Авокации Побегать Но Перепройти Конечно Ты Не Можешь В чем Логика Проходить То Что Ты Уже Прошел Просто Непонятно Но Господин Байджи Неужели Вы Планируете Вести Затяжную Войну С Существом Которое Вероятно Превосходит Семь Шу Имея Всего Лишь Силу Двух Шу Ну Скорее Сего Она Жоан Мэй Не знаком Олег Но Ты Прав Я Думаю Светлячку Было Бы Выходнее К Жоан Мэй Обратиться Но Просто Тут Скорее Сего Она С ней Не знакома И все Как мне кажется Кстати Знаешь Какое Настоящее Имя Яшмы Олег Я кстати Уже Нашел Как ее Зовут По-настоящему Да Мы Недостаточно Искусственные В бою Не волнуйся Я Не Это Имел Ввиду Ее Ее Зовут Ева Олег Ну Хочешь Прочитать Нормально Посмотри Мое На канале Прохождение Не знаю Отруби звук И читай Текст Не знаю Башкопес Другого Варианта Нету Госпожа Келия Правильно Заметила Бросайте Вызов Семишу Имея Всего Лишь Двух Шу Это Конечно Не Долгосрочный План Поэтому Мы Надеемся Что Все Вы Находящиеся За Пределами Этого Мира Сможете Найти Способ Привлечь Нашего Противника Пока Пламя Полностью Не Разгорится И фрагменты Астрального Кольца Не Будут Готовы Если Вы Сможете Этого Добиться Два Наших Козыря Можно Разыграть В Самый Подходящий Момент Чтобы Добиться Максимального Эффекта Значит Значит Сонг Сю И Фонарь Это Что То Вроде Нашей Резервной Команды Если Нападение Виноват Если Мы Ответственны За Внезапную Атаку То Должны Немедленно Отправиться В путь Если Врагу Удастся Проникнуть На Янтарную Улицу Мы Окажемся На Задворках Действовать Быстро Это Хорошо Но Кирю Вся Окси Прикрывает Кирю Вся Окса Стоит Спиной Стоит За Тебя Так что Пожалуйста Не Перенапрягайся Хорошо Да Понимаю У Окси Есть Собственные Вооруженные Силы Если Ситуация Действительно Станет Неуправляемой Мы Можем Приказать Им Вступить В Длительную Битву С врагом Опираясь На Море Данах Хотя Для Окси Это Не Та Битва Которую нужно выиграть одним махом. Мы ценим вашу доброту, однако, учитывая наш опыт борьбы с так называемыми хершерами на земле, полагаться на массу роботов не очень тактично. Вместо того, чтобы доверять этим консервным банкам, которые сражаются только по правилам, вам стоит больше ценить потенциал валькирии. На земле наши предшественницы решали все проблемы с хершерами с помощью различных средств и, в конце концов, преодолели окончательную завершенность став богиней земли. Я и не знала, что вы так хорошо говорите, короли. Понятно, возможно, это действительно чудесная вещь. Однако в качестве запасного плана мы все же должны подготовиться к тому, чтобы покинуть Лангсю и привести в готовность к нашу специальную команду. Господин Байджи, надеюсь, вы меня понимаете. Нет проблем, такие договоренности вполне естественны. Как бы то ни было. Позвольте мне выразить свою благодарность всем вам. Чё за? Будущее Лангсю теперь в ваших руках. Ладно, предоставьте это нам. Тогда отправляйтесь в путь. До скорого, Лангсю. И вам мисс Фонарь. Ну да, музыка такая стандартная, наверное, если так сказать. Линейные ли это какие, Олег, ты имеешь ввиду? Так. Мастер, прежде чем мы с мисс Фонарь отправимся, могу я задать вам ещё один вопрос наедине? Так. Позже. Завершив многочисленные приготовления перед битвой, Кирю и другие отправились в путь, чтобы сразиться с тенью. Так. В смысле? А, это я не туда пошёл. Что это? Ля! Псину очистили! Это ж Дуаин. Теперь пёсель на пёселя похож. Пёс? Пёсель. Пёсель. Пёсель, ты видишь. Пёсель. Не бойся, мы не причиняем тебе вреда. Ты заботился, выйдя из Янтарной улицы. Это место опасно. Тебе следует вернуться туда, где ты должен быть. Да, не волнуйся. Тень, нависшая на Дуанцю, скоро рассеется. Как странно, эта собака кажется знакомой. Его внешний вид тоже в какой-то степени знаком. Может быть, это родственник Дуинга, если у него вообще есть родственники. Это шутка, чтобы разрядить обстановку. Но она не очень смешная. Может ли быть... Это же... Это ли тост? Это ли тост? Это чувство, когда тебя сажают в землю, похоже на... Жизнь это жизнь, а смерть это смерть. Раньше между жизнью и смертью существовала четкая граница, которую нельзя было переступать. Именно существование собрания страха стирает границы между бытием и небытием. Жизнью и смертью. Однако, если что-то, что уже погасло, возвращается... Будет ли она неотъемлема от правды прошлого? В то же время, совсем недавно. Все, это конец. Да, все кончено. Достаточно. Я получил то, что хотел. Пусть все закончится именно так. В этот момент восприятие почувствовало необычное ощущение. Она вдруг поняла, что больше не чувствовала страха до Инга. Словно, желание и страх полностью отделились от нее в одно мгновение. Это заставило ее впервые в жизни проявить чувство любопытства. Почему? Ты должен знать разницу между нашими силами и понимать, что... Что бы ты ни делал, ты не можешь пока... Изменить мое существование. И все же, ты сделал это. Просто чтобы искать смерти? Что не так? Разве я не могу наслаждаться смертью? Я делаю то, что хочу. А тебе что? Если ты не можешь меня выносить, то найди место, где можно покончить с собой. Ну же, по твоим правилам, раз я уже загадал тебе желание, теперь твоя очередь ответить. Хорошо, тогда как пожелаешь. Ты станешь моей пищей и сольешься со мной. Ты будешь жить вечно, а потом умрешь. Скорее всего, что было до вас, перестанет существовать. Вернее, перестанет существовать в том виде, в котором оно существует сейчас. Как вы знаете, это место может быть восстановлено только через разрушение. И тогда вы сможете мерить там, где вам место. Видишь, Литост? Я выиграл. Твое имя будет стерто в тенях, где переплетается разрушение и возрождение. Покойся с миром, Литост. Это проклятие, которое я наложил на тебя. Очень жаль, Доинг. Даже если ты отбросишь свой страх, твой инстинкт, как моего творения, не может быть уничтожен. Наш конкурс остается нерешенным. А пока... Настала моя очередь стать хозяином мира. Сейчас. Осталось только оружие. Литост, что с ним... Литост, что с ним случилось? Вы оглянулись назад. Дорога, по которой вы пришли, была безмолвной. Без следов чего-либо присутствия. Конечно. Не собаки. Ну, то есть, даже не собаки. А прикольно у него меч, кстати. Маскарада, коридор. Опять это пространство. Мы еще в первой лине. Во второй голове мы здесь были. Он. Литостер. О, Сонсю. Так, как я и ждал, тебя можно определить, как что-то, что может все уничтожить. Даже меня. Типа Литост, это местный облэйд. Ну? Чё, тут ничего? А, на приезжали к этому порталу уже. Декита. А прикольно у него меч. Даже мертвый шул. Даже если желания жизненные не будут выполнены. По следам битвы все вы вошли в источник бассейна теней. Подобно тому, как он пожертвовал собой, чтобы превратиться в бассейн теней, на этот раз Литост использовал свою смерть, чтобы провожить путь к этому последнему полю битвы. Пустынный остров, который когда-то висел в небе, уже был занят тенями. А теперь девушка созданная волей теней приняла самый знакомый облик с ухмылкой, глядя на всех вас. О, вы здесь. У от Доинга до Литоста, а теперь вы. Как интересно. Где Сонгсю? Разве она не идет? Млатишь, да? Как бессердечно с твоей точки, с твоей стороны. Ты даже не задумываешься о том, что я могу, что я могла быть добры, добрым божеством. Если собака, которая только что вернулась на Янтарную улицу, была Доингом, у которого отняли силу, то ты не можешь быть хорошим божеством. Скорее, как АИ, обученная страхом. Скорее, как АИ, обученная страхом. Если вы можете обладать природой обычного человека, это будет поистине поразительно. может, это тоже своего рода самопополняющееся пророчество? Само выполняющееся пророчество. Вы ожидаете получить от меня что-то, и я отплачу вам тем же, что и вам. Как и всегда. если вы готовы искренне принять мое существование, возможно, не придется переходить к битве. Кроме того, со всеми вами. Как долго ты можешь продержаться против меня в бою? Может быть, мы сможем продержаться целый день? поскольку все семь шоу отсутствуют, я предлагаю, что вы пришли сюда, чтобы скоротать время. Но вечно присутствующий аморфный лик меньше всего он напоминает время. и, конечно, я более чем готова, чтобы стать свидетелем ваших последних минут. А, сейчас сражение будет. Это как у нас было сражение с этой, как ее звали, с зайцем, помните, на луне? Э, кстати, насчет вот это подожди. как же неудобно с ней, я вообще не помню, что происходит, я урона не ношу вообще никакого. إ я так понимаем, что именно кольцо использовать, чтобы урона Что это за тени, блин? Что это за тени, блин? Ты, блин, мне отрекинется нечем. От это... Ух ё Ух ёлок Хочу кольцо зарядить и рубануть по ней и ультой, и всем остальным. Есть, наконец. Ах, блин, наушник. Ах. Блин. Не, 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 в не самый удачный момент наушник упал. Это... Ах. Блин. У нее поздно прикольные такие, типа, секси. Куда они пошли? Ааа, они местами поменялись. Они, типа, местами поменялись, я так понимаю. Типа, обмен произошел. Или что? Фига. Это что? Что происходит? Что-то я не понял. О! Я хоть и ты поиграю сейчас. Ааа, то есть мы сейчас ультой не можем пользоваться, я так понимаю. Да, блин. Подожди. Ааа, ааа, я скиллом не могу пользоваться. Все. Мне показалось, я ультой пользоваться не могу. Что-то я протупил вообще. Ааа, короче, она скиллы отбирает, как я понял. Это как, это как, типа, ну, не то чтобы, типа, совсем, но практически как сражение против Райдена в Геншине было, когда она ульту закрывала. Так, ульту уже нельзя использовать, вот. Да, блин. Мне больше интересно, какого фига я тут делаю, потому что если у меня скиллом тут будет. Эээ... Эээ... Да, блин, почему за стеной? Я хотел посмотреть, что там происходит, блин, но мне стеной закрыли. Субтитры сделал DimaTorzok 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 такое все вроде и саше бурить счетчик я только не могу понять что она делает с этой вот штукой а на ее посох отбил отбить пытается что-ли или чё что не пойму о свой ты теперь а зачем мне прыгать а типа если буду прыгать а эти штуки по мне не попадают или чё что она творит вообще а все понял почти понял наверно ничего не понял капец это самый странный и самый необычный бой с боссом который я когда-либо видел непонятно где чё делать она фига а все скилы заблокировал что ли а и жизни осталось мало блин как мне так как мне забрать эти я ничего не могу понять а вот есть а а все понял а че я подорвала что ли здраво неплохо 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 так они сделали этот ну вот эту катсцену я имею ввиду интересно выглядит но тут все логично и ей пофиг скорее всего а да а че га а фига а а а Кажется, Сонг-Сю себя в жертву принесла, что ли. Сонг-Сю! Сонг-Сю! Мать твою ж! Все в порядке. Я так понимаю, она все-таки с собой пожертвовала, это, Сонг-Сю. Все в порядке, фонарь. Предоставь это мне. Как я понял, да, 803. Ты видел момент? Ты видел момент, когда фонаря хотела только что атаковать это... Восставшее снова восприятие хотел атаковать фонаря, и фонарь телепортировалась зеленым светом, ты видел же? Так вот, этот зеленый свет, как я понимаю, это была, типа, условно скажем, техника замены Сонг-Сю. Она, типа, фонарь поменяла местами с собой. То есть, фонарь она спасла и телепортировала назад, а себя она поставила на место фонаря, как я понял. Момент жизни и смерти, казалось, тянулся бесконечно долго в глазах двух. И действительно, мир не остановился из-за этого, а продолжал течь в заданном направлении. Это была не столько божественная встреча, сколько резонанс, зависящий от астрального кольца. У нас с самого начала был козырь, который можно использовать только в таких обстоятельствах. Это последнее средство, которым владеет мастер. Так что, не волнуйся. Это была вполне логическая причина. Будучи Шу, она, конечно, понимала, что означает козырь. Призыв клонов, накопленных в Байджи за последние столетия. С точки зрения прямого противостояния, это действительно был убийственный ход, который мог быть создан только из объективной силы Сими Шу в тот момент. Но в то же время, эта Шу сражалась уже не одно столетие, и лучше всех понимала, как сопоставить свои силы и силами противника. Нет, беги, Сонсю. Давай, бежим вместе, прямо сейчас. В предыдущей битве она уже вынесла такое решение. Даже с этим ходом не было никакой надежды на победу. Только авантюра. Как мы можем? Мы должны доверять мастеру. Кроме того, куда еще мы можем сбежать? Учитель, мастер, мастер также сказал, что на этот раз я должна сделать свой собственный выбор. Неприятное ощущение. Несмотря на то, что обман девушки был настолько неуклюжим, на этот раз ее все же можно было назвать необычной. К сожалению, Шу, стоявшая перед ней, тоже привыкла жертвовать собой вместе с врагом. В это время ты... Нередительно, что Байджи не пришел сюда сам. Ведь у него даже нет астрального кольца. Почти сразу же она вспомнила, как Байджи и Сонг Сю провели время наедине перед отходом, перед отбытием. Ей показалось, что она слышит звук бьющегося стекла. Нет, не делай этого. Позволь... Позволь мне попробовать еще раз. Я могу победить ее. Я... Однако, время, которое застыло, казалось, снова потекло. Хотя на самом деле, оно не останавливалось. И потому импульс всех действий стал предопределенным фактором. Даже если бы этот момент растянулся в вечность, он все равно был бы невозвратимым. На самом деле, все время уже прошло. А жизнь лишь отражает необратимый процесс, который постепенно угасает. В этот момент она испытала похожее чувство. Сонг-сю. 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 Все хорошо. Все хорошо. Все в порядке. Правда? Почему ты не понимаешь? Самые мерзкие слова, которые шепчут... Самые мерзкие слова, которые шепчут люди на ухо. Это вы меня воспитали. Это ты даровала мне силу. Это ты требовала от меня, а в итоге бросила. Это ты забыла, что эквивалентный обмен вечная истина в этом мире. Из ужаса он превратился в дым. Из дыма в слизь, а из слизи в черный металл. Все кристаллизовалось в альвеолах девушки, затвердело в артериях и, столкнувшись с ограниченными и извращенными желаниями, извращенными людьми за столетия, ее индивидуальная сила оказалась в конечном итоге бесполезной. Осколки астрального кольца зодиака теперь были непригодны для использования. Девушка, оказавшаяся в центре бури, казалось, не имела иного выхода, кроме утопления. Именно так, как должно быть. Хорошая работа. Другая сторона. Добро пожаловать на сбор страха. Люди такие проблемные. Всегда ищут что-то ради ничего. И даже готовы пожертвовать своей душой. Погония зачем-то пустын для того, чтобы спастись от боли. Так называемые Семьшу искали концепцию. А в пузыре столетий карна... А, блин. Неудобно, блин, так... Смотри, такие простые и понятные желания. Если они хотят удовольствия, позволь им их получить. Если они боятся смерти, не позволяй им умереть. А жаль, ведь суть тени как проклятия заключается в равнаценном обмене. Когда вы попытались создать что-то из ничего, семя разрыва пузыря уже было заложено. Это семя впитывает ваши страхи, вкушая вашу гордость, терпит ваше невежество и ожидает вашего разрушения. А затем он естественным образом собирает все, включая основную сумму и проценты. Блин, можно бежать? Капец. За столетия назад это был поистине трогательный момент. но к сожалению один из них действовал ради собственного удовлетворения, а другой лишь стремился искупить свои ошибки. А в этом случае их желание получить эту власть привело их к тому же пути. Смелость попросить у тигра его шкуру, пожалуй, действительно достойна похвалы. они они не Не стоит так сильно загадывать В прошлое Смертная шляпа Смертная шкура Да блин Не забывай что Все что у тебя есть Если бы я не откликнулась По прихоти на предложенное Некой женщиной Вы бы давно превратились в забытые Забытые кости в могиле Какие-то Какие-то звуки не мог слышать Что-то я не понял пушка-пес Вроде же звук есть Микрофон же работает Среди всех вас Только эти двое По-настоящему разглядели Мою сущность Хотя одна из них Совершенно не подозревала Что она это сделала В любом случае С этого момента Как я освободилась Свободилась от аджиты Вангсю я достигал буквального значения Слова всемогущества Семьшу постепенно погрузились в сон Еще потому что Нет Просто потому что Ты слишком слаба Вот и все Несмотря на то что Все сделали Вангсю Сзади Им все равно нужно Чтобы в конце концов Я все контролировал И с каждым Сбором страха Моя сила растет Сильнее В таком случае Разве результат Не очевиден? Знаешь что Как и ты Я искренне Наслаждаюсь всем этим Это обычный Сбор Страха Но Равноценный обмен Вы все Потому что Вы Мои рабы Уже очень давно Понимаешь? Не имеет значения Чем вы все заняты Я буду Той единственной Которой будет Всем править Ты та Так что Так что Божественное Возмездие Зодиака На самом деле Дочитаю Почтенные семь Короче я не успеваю Что там говорят Ну что то там говорят Потому что Одна это Воля Ханка А другая это Это настоящая Сон Ксю Дочитаю 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 Продолжение следует моя дикий ты зовешь это божественное возмездие похоже ты не поняла кое-что я шоу обмана ритуал слез не нуждается в помощи никого я помню я была очень пуглива в детстве даже ставку 1 7 даже того чтобы найти еду но как бы мне объяснить о хочу я карта светится а то есть теперь якорь якорь зажег 6 что я так понимаю что он все время был синим выключенным постой не может быть а все последний последний столб за зажегся все это это было действительно сделано для тебя разработано он это якорь который сдерживает до 2 мере пузыря чтобы они не распались по сути фига генки дама о этот каким как как называлась это блин извини тетя восприятие ты похоже ты боялась смерти также как я история ван тю подходит к концу а денинотество растянувшиеся на целый век наконец-то подошло к своему завершению Но прежде как воплощение времени Возможно вам стоит послушать разговор Который относится исключительно к этому моменту Хозяин, пока мы с мисс Фонарь не ушли Могу я задать вам еще один вопрос? Наедине Конечно, давай поговорим Извини, но у меня и у моей ученицы есть кое-какие личные дела Мисс Саварай Все в порядке, продолжай Это должно быть уединенное место Сонг-сю, что ты хотела мне сказать? Мастер, вы ведь еще не все объяснили Кирю и остальным Почему ты, как и я, преуспеваешь во всем, кроме искусства обмана и фальша? Что ты имеешь ввиду? Мастер, почему вы притворяетесь, что не понимаете? Реинтеграция сингулярности Это может показаться простым, но даже с учетом... Но даже с силой, накопленной подделками за последние столетия И фонарем, и сильно слабленным воплощением восприятия Нет никакой гарантии успеха, верно? В конце концов, когда вы тоже играли... Вы тоже играли опрометчиво Естественно, Божественное Возмездие промахивается Значит, так и должно быть Это ведь неправильно, правда? Если мы выясним, что даже ваше Божественное Возмездие Не может гарантировать полного уничтожения восприятия Или если мы с фонарем не сможем ослабить ее воплощение Если все сложится именно так, может быть, мы найдем другое решение? Ее яркие глаза, не мигая, смотрели на своего хозяина Заставив его на мгновение замешкаться Он не мог понять, какого ответа ожидали эти звери Эти глаза Он не мог понять, какого ответа ожидали эти глаза Сонгсю Я решил отказаться от обряда слез Теперь, независимо от исхода этой решающей битвы У меня нет никаких опасений То же самое касается и остальных шоу Может, вы и можете действовать импульсивно, но... А как же жители Ван Цю? Те простые люди, которые не могут добраться до Окси Действительно ли они не сожалеют о случившемся? Ранее вы говорили, что я должна занять ваше место в финальном акте Разве это не касается и их? Не волнуйся, Сонгсю Спустя столетия и при поддержке наших друзей и иностранных гостей Безусловно, очистить тень бедствия на этот раз Мы очистим тень бедствия на этот раз Что касается того, что ты представляешь Семшу и владеешь фрагментами Астрального Кольца Это лишь потому, что, как и у Серапиум и Телемы После обряда формирования мои силы неуклонно сократились В отличие от тебя, я скоро стану обычным человеком без особых способностей Мастер Погоди-ка, это же все неправильно Что если в конце концов вы не сможете преодолеть волю теней И у вас не будет никаких контурмер Если что-то пойдет не так, просто придумай другой план Но тени не будут ждать, пока мы придумаем, как с ними справиться Сонгсю Мастер Раньше Ранее я была искренне рада, что вы не смогли заставить себя действовать Кто не боится смерти Но если мы действительно потерпим поражение и вы, мастер Из жалости ко мне отдадите последнюю карту в рукаве Если все будет так, как видел Кирю И всех в Лансю, за исключением нескольких человек, поглотить тень Сможете ли вы и остальные шуу принять такой конец? Так Тишина Столкнувшись с вопросами своего ученика Учениц Свои... эм... Столкнувшись с вопросами своей ученицы Мастер погрузился в постоянное молчание Однако время не позволяло ему размышлять долго В итоге он вернулся к роли спокойного и решительного стратега Вернув... вернув на чашу весов разум Ты не боишься? Мастер Вы уже забыли, как неловко она выглядела во время обряда? То есть, как я выглядела неловко во время обряда? Ну, как бы это сказать? Практика делает вас совершенным? Ну, как бы это сказать? Сейчас мне не так страшно По сравнению с тем временем Я... Я боюсь, наверное Процента... процентов на 60 Нет, процентов на 30 Кроме того, обряд слез это всего лишь мера предосторожности Если мы успешно уничтожим тень с помощью твоей стратегии Я вернусь с... энергии И... Не, ничего особенного Просто люблю всех и живую атмосферу, Уан Сю Я понимаю Тогда как пожелаешь Продвинувшись... Продвинувшись... Подойдя ближе Мастер осторожно положил свою крепкую руку на плечо ученицы И в тот же миг она почувствовала Как в нее вливаются И постепенно застывает огромный прилив утешительной энергии Мастер? С этого момента ты... Ты наследуешь мантию Которую я передаю тебе Теперь все... Теперь все в твоих руках Это полный набор клонов Симишу И ваше астральное кольцо? Да Почтенные Симишу объединились в единый закон При поддержании этого набора клонов Ты сможешь в одиночку противостоять предыдущим Симишу В книге также содержится метод повторной активации зодиакального астрального кольца Я давно собирался передать этот набор клонов тебе Но теперь Сонгсю Я предоставляю тебе право Когда придет время Основываясь на твоем собственном суждении Используй как свой фрагмент астрального кольца Так и мой Чтобы провести обряд слез Положив конец всему Что связано с тенями Да, мастер Надеюсь до этого никогда не дойдет Мастер Почему ты так смотришь на меня? Я не блюфую В конце концов Вы просто боитесь потерять лицо перед близкими Даже если я так боюсь смерти Я все еще забочусь о своей репутации Я тут подумал Может быть Ты и Прямь та надежда Которую искали Достопочтенные Симишу После столетия отчаяния Это не из-за твоей природы Шо И не потому Что обряд слез незаменим Это происходит благодаря стойкости Которой ты обладаешь как личность Стойкость? Мастер Я не понимаю Что вы имеете ввиду Фонарь и госпожа Телема Часто говорили Что я какая-то бесхребетная А, даже Донигур думает Что он круче меня Нет Стойкость О которой я говорю Это не то Ладно Это то Чем ты уже обладаешь Нет Необходимости объяснять дальше Возможно Нет Лучше не раскрывать Слишком много Ничего Время поджимает Акирю и остальные Уже отправились В путь Не стоит заставлять Цаварай ждать Хорошо Я ухожу С фонарей Прямо сейчас А, кстати Мастер После того Как я успешно Выполнил задание И вернусь Вы должны Отвести Отвести Меня на Янтарную улицу Чтобы отпраздновать Прогнав теневую Бедствие теней Там обязательно Прогнав теневую Короче Бедствие теней Там обязательно Состоится праздник Невиданного масштаба Я не могу его пропустить Хорошо Я обещаю Правда? Тогда Нам тоже нужно Устроить большой праздник Я так понял Праздника не будет Разве я не сказала Что Разве я не сказала Это при нашей первой встрече Я на самом деле Очень люблю Суету Че?